А вы как к тортикам относитесь? А? Напишите мне. Ага, так завязано, что и не откроешь одной рукой. Меня Светочка Сара научила открывать вот эти вот коробки. Вот так ножом чик, так поддеть, и она откроется. Но одной рукой я это точно не открою. Так что сейчас я по светильному методу, секундочку. Вот и чайник вскипел. Так, ну вот, Светуль, открыла я тортик по твоей системе. Очень вкусно. Это, между прочим, взбитые сливочки. Сейчас будем чаек пить. Присоединяйтесь, друзья, товарищи. А потом пойдем гулять, выхаживать наеденные калории. Поведу вас сегодня новыми путями. Смотрите, какой голубь нахохлившийся. Мокрый. Это он только что принимал ванны. Так. Ну иди, купайся. А сейчас сюда пришел скворушка. Смотрите, носится по воде. А, их там двое. Ванны принимают. Ну вот, пошла я выгуливать свои наеденные калории после тортика. Хочу показать вам, как у нас тут отстроилась... Отстроился... Отстроился район. Сначала начали с одного дома. Вот такого вот. И все. И понеслось. И посмотрите, они выросли за короткое время. Ой, как тут шумно. Раньше здесь никого не было. Пустынная улица была. Теперь, ну, такое движение оживленное. Дорога-то дорога. Смотрите, какая узкая. Но машин очень много. И вот, посмотрите, теперь они просто как грибы после дождя. Один за другим вырастают. Я не знаю, сколько еще домов построят. Но они вот, видите, в ряд. Пошли, 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 пошли. И где они там закончатся, неизвестно. Там вот за этими промышленными вот этими вот ангарами, там такое здание построили. Я думаю, что это такая, как правильно называется, водители меня поправят. Стоянка. Ну, такая многоярусная стоянка. Типа гаражей. Ну, водители все знают, о чем я говорю. Погода у нас прекрасная. Сейчас показывает 11 градусов. Но я даже сразу не поверила. Еще раз посмотрела, да, 11 градусов, но очень тепло. Просто, ну, ощущается, как будто градусов 16. И смотрите, как сразу зелень вся пошла в рост. Сейчас мы с вами тут прогуляемся. Походим. Посмотрим, где, что. Это недалеко от моего дома, где я живу. Я живу вот там вот прямо. В тех домах. Чуть-чуть там пройти по дорожке. Хорошая, кстати, прогулочная дорожка очень. Мне написал один канал Грузия. Это семья. Очень хороший канал. Хорошие друзья у меня. Они написали. Ну, мы теперь практически знаем. Видели весь твой район. Он такой маленький. Очень уютный. Район, в котором я живу. У нас здесь есть пруд искусственный. Я его уже неоднократно показывала. В своих видео. Ну, я думаю, что мы туда тоже с вами дойдем. Смотрите, верба какая. Так, как тут встать, чтобы видно было хорошо. Вот. Вербочка. Вот. Ну, и, конечно, здесь благоустроили дорожку прогулочную. Раз появились новые дома, значит, конечно, вокруг территорию надо благоустроить. Вот видите, туда идет дорожка такая прогулочная. Я вижу, там скамеечка появилась. Вот там вот люди гуляют. Ой, птички как поют. А, вон он там сидит. Слушайте, а это... Это скворец, наверное, вон он там повыше. Ой, солнце в глаза я не могу. Я не вижу, видно вам или нет. Я куда-то направляю камеру, а куда не вижу. Скворушка, наверное, по-не вижу, ребят. Так вижу, а в объектив не вижу. Жалко, что машину заглушают песенку его. Ну, как красиво. А, вон он. Мне написали, что скворцы подражают, умеют подражать другим птицам. Ну, не только птицам, они и собачьему лаю подражают. Да, ребят, это я знаю. Это я знаю. И еще, по-моему, пересмешник тоже очень хороший такой. Пародист и подражатель. Так, давайте мы сюда сейчас перейдем. Дорогу. Тут нас должны пропустить. Да, нас пропускают через переход. Сразу же машины останавливаются. Так, что еще хочу рассказать. А, я остановилась. Вон, видите, люди спортом занимаются. Остановилась на том, что у нас есть искусственный пруд в районе. Я его показывала неоднократно. Но... А, показывала, когда там лебеди были. Не помню, какое время года. То ли осень была поздняя, то ли весна ранней, не помню. В общем, у меня на канале есть это видео с лебедями. Они такие доверчивые, подплывают близко. Такие красавчики. А вот в этом году, летом, я не видела почему-то их. Люди перекармливают непонятно для чего. В свое удовольствие. Вот люди кормят птиц в свое удовольствие. Не для того, чтобы птицы были сыты. Им кажется, ой, сделали хорошее дело. Уже сто раз говорила, люди, не кормите голубей. Фу, голубей. Лебедей. Вообще водоплавающих, написано, у нас нельзя кормить. Потому что ту пищу, которую вы им подсовываете, она губительна для птиц. Эта булка у них застревает. Она размягчается в забу, застревает. И уже неоднократно были случаи, когда птицы погибали. Ой, смотрите, как красиво. Вообще, конечно, небывалая, небывалая стоит погода. И что с природой творится, тоже непонятно. Потому что такой ранней весны, я что-то не припомню у нас. Но это везде сейчас, повсюду. Какое-то идет изменение климата. Везде, я смотрю. Где-то, по-моему, в Ростовской области писали под 30 градусов. А потом может резко измениться. У кого-то, по-моему, сегодня на канале видела, что было под 30, а потом резко до 2 градусов снизилась температура. В общем, творится с погодой что-то непонятное. Вот. И как-то вообще, я не знаю, вот как для вас. А для меня, например, год. Ну вот я беру с сентября, да. С сентября почему-то я беру год, когда вот осень начинается. И вот от сентября и вот до сегодняшнего дня год пролетел. Вообще время летит очень быстро. Но сейчас время пролетело просто. Это даже не мгновение. Я не знаю. Я даже не знаю, как это назвать. Просто в секунду. Раз и не было ни осенних месяцев. Ну, осень как будто бы была. Вот кажется, что осень вроде бы была. А зимы не было. Весна, мне кажется, будет тоже короткая. Раннее короткая и сразу перейдет в лето. Потому что везде обещали. Лето в этом году будет аномально жарким. Оно и в прошлом году было жарким. Насколько я помню. Там у нас вот за этими домами две остановки. Я вам хотела рассказать, почему я про остановки сейчас затрону. Вы поймете. Я живу в двух остановках от зоопарка. В двух остановках. Это у нас очень-очень близко. Потому что в больших городах... Вот мы в Питере. Как-то были в Питере. И спросили в автобусе, где нам выйти. И нам сказали. Ой, да тут одна остановка. Вот до того места, где мы ищем. Одна остановка. Зачем вам ехать? Вы можете выйти здесь и пешком дойти прогуляться. Ну, мы пошли. Мы же не привыкли к таким расстояниям. Ой, ребята, это остановка одна. Вы бы видели, как у нас остановки. Вот почему я здесь остановилась и говорю. Тут вообще одна остановка. Вот за этим домом. А следующая... Ну, слушайте, ну, наверное, 200 метров. Если не меньше. Еще одна остановка. Я не понимаю, для чего их лепить просто одна на другую. Непонятно. Непонятно. Хотя, для удобства... Для удобства, я думаю, лучше было бы где-то вот там вот, перед домами, район вот, где я живу. Для моего личного удобства. Можно было бы эту остановку вот туда. И от той она бы была все-таки на расстоянии. И здесь людям удобно выходить. Вот они вышли с автобуса и прямо туда. А вот это расположение совсем непонятно, для чего оно. Вот. А зоопарк находится... Значит, я живу вот здесь, я вам показала, в этих вот домах. А зоопарк находится в двух остановках. Как я уже сказала, от меня. И вон там, видите, такой вдалеке дом. Вот там вот, рядышком зоопарк уже. То есть у нас два входа в зоопарк. С этой стороны и со стороны Рок-Эль-Мары. Там, где люди приезжают из города. Два входа. То есть очень удобно. И также можно купить билеты там и в интернете, и по телефону, и как хотите. Если вы мне напишите, если у вас есть такая заинтересованность, я тогда схожу, покажу вам зоопарк. Или просто видео эти склею, для того, чтобы они у меня были по кусочкам. По маленьким кусочкам. Такие коротенькие. Там минутка или две, полторы минуты. Вот такие вот видео. Я думаю, может быть, мне их склеить в одно. И тогда я вам покажу наш зоопарк еще раз. Потому что вот эти маленькие почему-то не смотрели. Я не знаю почему. Вот. Так что вы мне, пожалуйста, напишите. Хотите или не хотите. Если не хотите, так я и не буду время тратить на это. Так, что еще у нас в районе есть? Вообще район наш расположен, вы знаете, как торт. Он идет вот таким полукругом. О, полукругом. Смотрю, там какая-то инсталляция полукруглая. Что вижу, то пою. Таким круглым, как торт. Пятиэтажные, девятиэтажные дома. А над ними эти шестнадцатиэтажные свечки. И получается, они как будто свечи на торте. Красиво. И посередине вот этот пруд искусственный. Но еще, кроме этого, у нас есть озеро. Озеро Харку. Я вам его тоже показывала. Там, где пляж, помните? То есть, у нас можно здесь рядышком с домом загорать на озере. Но я не люблю. Мне больше нравится загорать у моря. Или проехать несколько остановок. И, пожалуйста, вы уже оказываетесь на пляже. Можете купаться в море. Можете дышать морским воздухом. Красота. Я сегодня смотрела одно видео из Германии. 28 апреля оно было выложено на YouTube. Я думаю, батюшки мои, вы знаете, там просто лето. У нас вот с этой стороны, видите, некоторые деревья уже зелененькие, с листочками. Некоторые еще голые. А там просто все зелено. И причем листва такая, знаете, уже... Ну, я говорю, как летом такая. Вот так. Иду. Что-то говорю. Никакую конкретную тему затрагивать не собиралась. Что вижу, то пою. Люди вышли уже, видите, и с детьми гуляют, и спортом занимаются. Карантин собираются снимать 17 мая. Сегодня у нас еще какое? Какое сегодня? Шестое. Вот. Так что... Ну, люди уже не могут усидеть дома. Всем хочется на улицу. Смотрите, птицы летят. Вон, вон, видите, там за деревьями косяк птичей. Ой, смотрите. Вон они возвращаются. Ой, как много. Ну, здорово. Видите? Как много птичьих стаи возвращается. Ой, красотища. Жалко, ближе не получается. Летят, курлычат. Вот какие-то отстающие. Я, может быть, тогда не буду выкладывать сегодня это видео. Еще сходим на пруд. А вдруг там лебеди появились. А еще я вам покажу, кто не видел. Потому что не все видели, я уверена. Покажу вам наш амфитеатр. У пруда, который находится. Посмотрите. Ой, смотрите. Красота. Вот когда птичьи возвращаются в стаи. Просто такое вот приятное чувство. Смотрите. И много их так. Вот казалось бы, да? Вот как птицы находят дорогу домой. А у них ведь все по своим законам птицы ориентируются на магнитный полюс земли. Так вот находят дорогу домой. Везде свои законы, свои правила. Ой, если будет так тепло, наверное, надо мне уже будет пальто менять на плащ. Так что, ребят, гуляем дальше. Посмотрите, какая красивая полянка. Ой, как тут пахнет ароматно. Нежно-нежно. Смотрите, они теноглазки здесь. Ковер такой цветочный, красивый. Ой, так, сейчас тут тень. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Это прямо под домом цветет. Вот эти лиловые цветочки мелкие. Такие красивенькие. Еще анютины глазки. Вот там их много. Такие мелкие. Прямо жалко ходить здесь. Красотища. Спасибо. Спасибо.